Всем здорова, чуваки! Я думаю, каждый из вас когда-нибудь пылесосил, и наверняка случалось такое, что вы случайно засасывали какой-то предмет, который оказывался на полу. Чаще всего это оказывались какие-нибудь монетки, и для того, чтобы вам наглядно показать, как это случается, мы взяли крышку, батарейку и монетку. Поэтому, включаем пылесос и смотрим, как это происходит! Вот так это происходит! Короче, у нас просто узенькая эта штука. Давайте вот так покажу вам, как это происходит. Офигеть, ты слышал этот звук? Что-то взорвалось походу, но вроде работает. Ладно, давайте батарейку. И монетку! Я прям слышал, как эти предметы оказались там. А знаешь, что самое прикольное? Когда батарейку засосал, у меня прям вот так вот вибрировала эта трубка. Но если дома, как правило, пылесосы не особо мощные, потому что там нужно такую легкую пыль засосать, то в нашем случае это строительный пылесос Керхер. И в нем там мощей гораздо больше. И вот мы задумались, а почему бы не проверить вообще, какой вес он сможет поднять? Стоп-стоп-стоп! Здесь могла бы быть ваша реклама, потому что до конца мая на нашем канале действует акция. Вы можете заказать рекламу по доступной цене всего за 7999 рублей. По любым вопросам пишите ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Лапак, ты как думаешь вообще, какой вес поднимет пылесос? Максимальный. Слушай, ну мне кажется, килограмма 2 где-то. Давай я включу сейчас и ты затестишь. Ну, рукой затестишь. Давай. Ну вот какие, говорил, 2, наверное. 2 килограмма? Да, ну вот сам проверь, вот так же сделай. Слушай, ну смотри, как засосать, мне кажется. Типа, ну по-разному можно. Если какая-то щелочка будет, то уже меньше поднимет. Но я думаю килограмма 3, наверное, где-то. Давайте возьмем первый предмет и проверим, поднимет его пылесос или нет. А первый предмет это яблоко. Давайте для начала включим весы и проверим, сколько же оно весит? 170 грамм. Слушайте, мне кажется, это будет изи, оно такое легкое. Давайте проверим, что, подрубаем пыль. Положу на пол яблоко. Как я думал, это было не удивительно, ведь яблоко очень легкое, поэтому, я думаю, стоит взять что-нибудь потяжелее. Например, балочек с краской. Написано, что его объем 400 миллилитров. Ну это примерно в два раза же яблоко. Получается, включаем весы и ставим на весы. 384 грамма. Слушай, Паха, я что-то начинаю сомневаться уже в краске, потому что такая довольно тяжелая штука. Попробуй. Может, ее не поднимем? Слушай, ну да. Прикинь, это все. Второй предмет и заканчиваем ролик. Ладно, ставим. Надеюсь, его поднимем. Ну блин, это же стоительный пылесос, должен поднимем. Готов! Слушай, ну здесь уж тяжелее, потому что его даже не наклонить. Если яблоко я мог вот так вот поднять, то здесь балочек просто вот так берет на излом и просто падает. Хоть балочек и ощущался тяжелее, все-таки пылесос справился вообще изи. Получается, если бы балочек был бы уже, то он бы оказался внутри пылесоса. Его бы засосало прямо внутрь. Ну что, с балочеком мы также справились на изи, точнее пылесос. Давайте перейдем к следующему предмету. А следующий предмет, это видеокамера, на которой мы снимали все предыдущие выпуски. Шутка, это кассетная камера, на которую вряд ли вообще когда-нибудь кто-то еще будет что-то снимать. Но выглядит прикольно, согласитесь. Мы ее взяли, потому что она весит, сколько? Мы не знаем, сколько она весит. Просто по ощущениям явно тяжелее баллончика. А примерно такого веса у нас ничего нету. Поэтому давайте взвесим. Вмечаем весы. Ставим. Слушай, 940. У нас прям геометрической прогрессии идет все. То есть 200-400 килограмм почти. Ну килограмм почти. Вот сейчас все. Пах, вот на. Ооо. Так тут еще самое интересное, что взяться не за что. Ну запылесосить его. Да, мне кажется, нужно просто браться именно в центр камеры. То есть именно золотую середину найти, тогда можно как-то поднять. Ну не знаю. Давай проверяйте. Так, поставим камеру. Ну и подрубаем пылик. Что, поднимаем? Давай. Его наклоняет, потому что центр тяжести не на них не залезть. Видишь, его сразу болит. Вот он за объектив. Она скокчество не может. Да блин. Есть! Видел? Да, да. Давай попробуем трубку убрать вот эту. Оооо! Ооо! Есть! Слушай, ну эта штука уже была намного труднее, да? Это было сложно. Везде какие-то у нее перепады. Нету какой-то идеально ровной поверхности. Ну вот, самое идеальное мы нашли как раз на аккумуляторе. И вот за нее она офигенно зацепилась. Поэтому и смогла поднять. Но это уже было тяжко прям сильно. Получилось, слушай, прикольно. Получается, мы можем взять какой-нибудь следующий предмет. Следующий это качан капусты. Прикольно, смотри, слушай. Да! Давайте ее взвесим. Включаем весы. Взвешиваем. 1436 грамм. Ну блин, нет. Не поднимет, я уверен почему-то. Вот за что тут зацепиться, я даже не знаю. Потому что везде будет воздух заходить со всех сторон. Сомнительно, что ее можно вообще поднять. Ну давайте попробуем. Становись! Капусточка. Давай подрубаем пылик. Пах готов? Готов. Я просто в капусту засосал. Так, давайте где? Здесь. Никак. Слушай, Серега, погоди. Я знаю, как мы можем засосать капусту. Каким образом? Вот если много раз по листу вот так вот туда в пылесос. Ну мы его тогда не поднимем, мы засосем. Может за листок вот так вот здесь и засосать часть листка? Давай попробуем. Давай. О! Что это слушали? Почти, почти. Давай, кушай, кушай. Хе-хе-хе-хе. Нет. Ну почти сработало, слушай. Он может поднять. Да, я видел, как он от земли оторвался. Слушай, ну капусте конечно тяжело. Подниматься, блин, за счет пылесоса. Поэтому надо прибегнуть к какому-нибудь лайфхаку. Как можно это сделать вообще? Как думаешь? Не знаю, может пакет засунем. Может он за пакет будет так же, как за листок тащиться. А, типа мы засунем. Но пакет рваться зато не будет. Засунем часть пакета и типа попробуем так поднять. Да. Походу по-другому у нас не получится этого сделать. Поэтому мы взяли пакет. Паха, я проверю твою теорию, рабочая она или нет. Блин, по идее вроде бы должна работать. Ну хотя слизком получилось почти. Давайте проверим. Вот так вот делаем получается, да? Будем считать, что это листок капусты, который хотели засосать. Включаем. Воу, затянул прям. Сильно тянет вообще. Вот так вот тянем. Опа, опа, опа. Заток? Да. Воу. Я же говорил, моя теория работает. Да, слушай. Смотри на пакет. Ты его обратно засасываешь, смотри. Приходит. Слушай, теория с пакетом рабочая получается. Давай вот наглядно покажем сейчас, что ничего не крепится нигде. Мы сейчас засосем опять. Просто выключим и капуста должна упасть. Еще раз. Смотри, поднял. Выключаем. Ну по идее держит, значит. Я думаю, такую теорию и дальше и бум пользует. Слушай, по такой теории, мне кажется, мы можем и килограмм 10 поднять. Ну пока сколько это получается? Капуста полтора была. Ага. Я говорил 2 килограмма, потом перестанет, да? Да. Сейчас думаю сколько? Уже на 3, думаю. На 3? Мне почему так кажется десятку, но прям мощно так засасывает пакет. Ладно, давайте возьмем следующий предмет, гораздо тяжелее. А следующий предмет это бутылка с неизвестной жидкостью. Черной водой. Которая газированная, кстати. Так, включаем весы. И взвешиваем. Ну хотя мы знаем, что здесь 2 литра, но на всякий случай проверим. Ну не обманываются. 2 килограмма 63 грамма. Блин, ну не хотя с пакетом должно понять. Если я думал на 10, значит изи поднимет. Ладно, по-любому. Кладем в пакет бутылку. Ну все, засасываю. И по крышке вышло, блин. Ладно, я думаю так получится. Погнали. Все, засасали. Слушай, уже тяжело идет. Подожди, мне кажется после того, что она вот как-то бутылка так находится, сейчас поднимем ее. Вот так надо поставить. Вот сейчас должно сработать. У бутылки жидкость, она внутри вот так перетекает постоянно. Типа где-то вес получается больше, где-то меньше, и ее вот так вот качало, и получается она поэтому падала. А потом я ее поставил, и все было окей. Круто. Ну я короче вначале испугался, ты что думал уже все такое дружка, типа я был прав. Даже с пакетом. На самом деле хоть и 2 килограмма, но их уже как-то тяжко берет все равно. Даже с пакетом. Теперь я сомневаюсь в том, что она еще 10 поднимет. Я думаю 2,5 наверное максимум будет. Мы не нашли предмет, который весит 2,5 килограмма, но мы нашли другой предмет. Это шар для боулинга. Кстати, который весит неизвестно сколько, сейчас проверим. Кладем в пакет шар для боулинга. Потому что по-другому никак не зацепиться. Это же шар. Вот так вот крючок продеваем и включаем безмен. Все, по нолям поднимаем. Слушай, ну шар для боулинга весит 2,900. Почти трешку, мне кажется, все пахает. На этом наши полномочия все окончены. Ну когда-ка я попробую поднять. Попробуй. Опа-на. Не, мне кажется, уже все, вот этот точно не поднимет. Потому что это слишком до хера. Давай пробуй, чего вы что? Подрубайте. Ешь его. Все, смотри. Ну почти весь холдок выкачали изнутри. Попробуем? Давай. Нет. Я просто запекал весь пакет. Еще РУД получается. Прощаемся, всем пока. Получается, что не получается. Слушайте, ребят, пакет у нас порвался, надо взять другой. Я хочу еще раз попробовать, потому что, ну чувствую, что что-то есть. Это вот как с камерой было. То есть слегка поднялась, но вот где-то я как-то не так схватился. Я думаю, сейчас все получится по-любому. Дубль-2. Валберис помощь. Сила Валберис. Помоги нам. Да. Еще разок. Я сделал вот такой пучок, смотри. Я думаю, с ним должно все получится. Подрубаем. Раз, два. Короче, давайте поставим вторую палку. Может это как повлияет. Давайте еще разочек. Готов. Готов. Опа, на. О, я же говорил. Смотри, вырубаем. Давай. Что ты сделал? Я не знаю, что я сделал. Почему-то засосалась. Ну я думаю, видели же, прекрасно я выключил и она упала. Чуть на ногу не упала. Валбери все-таки ненадежные пакеты делают. Ну и самый тяжелый предмет, который мы думаем, что возможно поднять пылесосом, это мини-печь. Возможно, это абсурд. Вдруг это произойдет как шарм для буллинга. Не получалось, не получалось. Хопа, подняли. Для этой печи, естественно, обычного пакета у нас нет. У нас есть огромный пакет. Слушай, ты можешь туда залезть и я могу тебя поднять. С пылесосом, что ли? Да. Для начала нам нужно взвесить его, кстати. Подрубаем без мен. Так, вот беремся и проверяем. Опачки. Слушай, ну 4 575. На полтора больше, но вдруг каким-то чудом что-то произойдет и мы реально поднимем. Я очень сильно удивлюсь. Давайте проверю. Кладем в печу. Не, если мы сможем засосать хорошенечко пакет как нужно прям, я думаю, мы поднимем сделки. Хотя, что ты не варишь? Мне кажется, даже пакет не засосет, потому что он огромный. Так, включаем. Поднимем, не поднимем? Как думаешь? Не знаю. Нет, наверное. Давай, погнали. Раз, два. Хотела. Очень хотела. Давай еще раз. Эта палка длинная очень. Надо убрать. Все. Добро получиться. Раз, два. Я чувствую, что не идет. Очень тяжело. Я думаю, может получиться только в другой ситуации. Какой? Если мы наклоним эту трубку, то мы с легкостью поднимем. Вот так вот делаем. Раз, два. Вот так получается. Ну, если будем наклонять. Хватит. Примерно где-то килограмма три с половиной, мне кажется, выдержит. Но с трудностью. И если бы трубка была бы у пылесоса бы пошире, то шар для боулинга, если бы вы пылесосили когда-нибудь, то вы просто запылесосили бы его. Ну, это должна быть такая трубка, не знаю. По итогу четыре с половиной килограмма пылесоса вот таким, как у нас, строительным невозможно поднять вообще никак. Даже при помощи пакета. Но предел примерно три с половиной все-таки. Возможно, чуть даже меньше три двести. Потому что шар для боулинга мы подняли также с большим трудом. Даже несмотря на то, что наш пылесос не смог поднять четыре с половиной килограмма, результат все равно очень сильно удивил. Потому что мы думали, что будет гораздо меньше. Хотя я вроде как угадал. Но не стоит забывать, что все пылесосы по мощности абсолютно разные. И, наверное, существует такой пылесос, который бы смог поднять четыре с половиной килограмма. Но в нашем случае такого пылесоса нет. Если вам роль понравился, давайте поставим под этим видео побольше лайков. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok